Боевые машины Кто первым открыл огонь, по-прежнему неясно. В Баку заявляют, минувшей ночью армия Нагорного Карабаха неоднократно нарушила режим прекращения огня, и Азербайджан был вынужден пойти на ответные меры. В Ереване утверждают обратное. Именно армия Азербайджана начала активные наступательные действия. Вооруженные силы Армении отбросили противника на исходной позиции и нанесли значительный удар. Государственные структуры Армении готовы предпринять необходимые шаги по стабилизации ситуации. Подобные беспрецедентные действия противника являются очередным откровенным проявлением политики Азербайджана по срыву процесса мирного урегулирования Карабахского конфликта. По данным Миномороны Армении, в результате боевых действий армия Азербайджана потеряла как минимум три танка, два беспилотника и два вертолета. Потери личного состава исчисляются десятками солдат и офицеров. В Баку эти данные опровергли и объявили свою статистику. Уничтожены шесть армянских танков, пятнадцать артиллерийских установок. Убиты и ранены более ста армянских военнослужащих. Вся ответственность за сложившуюся ситуацию полностью ложится на Армению. Призываем международную общественность резко осудить артиллерийские обстрелы армянскими вооруженными силами гражданских объектов на территории Азербайджана. Это является грубым нарушением взятых Армении обязательств в рамках международного гуманитарного права. Несмотря на отсутствие доказательств, Баку и Ереван продолжают говорить о потерях со стороны противника, но при этом утверждают, что сами ведут только ответный огонь. Сейчас можно только догадываться, что стало причиной нового витка конфликта, который периодически разгорается с новой силой в течение последних 30 лет. О выходе из состава Азербайджанской ССР автономная республика объявила в 1988-м. В 90-х Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом, но продолжает настаивать на своей территориальной целостности. Ереван при этом занимает сторону непризнанной республики, там проживают в основном армяне. последний вооруженный конфликт произошел летом 2012 года, тогда обе стороны потеряли убитыми около 10 человек. Денис Шурыген, Телеканал Звезда. Денис Шурыген, Телеканал Звезда. Продолжение следует...